Здравствуйте! На канале ФКТ «Время новостей» в студии Инга Габешия. И в начале коротко о некоторых темах выпуска. Курорту Сочи единый архитектурный облик. Как должны выглядеть вывески на кафе и магазинах? Сегодня во время обхода Центрального района обсудил мэр Сочи с руководителями Департамента дизайна. Чем опасны объекты самовольного строительства? Анализ масштабной работы по сносу крупных самоволок в Сочи в материале нашего корреспондента. Уличный театр к городу. В день открытия Южного театрального форума театральная площадь у Зимнего превратилась в одну большую сцену под открытым небом. Великий пост и чистый понедельник. Православные отпраздновали масляницу и перешли на постное меню. В Сочи активизируют работу по приведению объектов к единому архитектурному облику. Это в том числе касается объектов услуг и торговли. Магазинов, кафе, ресторанов, салонов красоты. Внешний вид центральных улиц, курорта и их санитарное состояние. Сегодня во время обхода оценил глава Сочи Анатолий Пахомов. Итоги в нашем сюжете. И зеленые, и розовые, и синие, и красные центральные улицы Сочи пестрят разноцветными и разноплановыми вывесками и рекламными плакатами на магазинах и кафе, банках и салонах красоты. Облик улиц Воровского, Рос, Московской и Конституции сегодня оценил мэр Сочи Анатолий Пахомов. Глава города отметил, необходимо продолжать начатую в период подготовки к Олимпиаде работу по приведению курорта к единому архитектурному облику. Мы к Олимпийским играм, когда готовились, вроде чуть-чуть навели порядок. Нас ставили пример. В Москве даже. Анатолий Пахомов поручил департаменту по оформлению городской среды активнее работать с бизнесом. Совместно решать, как должна выглядеть реклама и те же вывески на кафе и магазинах. Необходимо строго, принципиально взглянуть на свои объекты. Департамент дизайна скорректирует и предоставит эскизные разработки, где это будет необходимо. Для того, чтобы предприниматели могли почувствовать, как, в каком правильном русле им действуют. Вывески и реклама не только должны гармонично вписываться в единый архитектурный облик, но и выглядеть опрятно. Чего не скажешь о некоторых указателях. Одни уже устарели морально, другие просто нужно помыть и почистить. Ну а третьи и вовсе испортили фасады многоквартирных домов. Мотивация понятна. Для начала составляем акт и предупреждаем о том, что если не примут меры в течение месяца, то следующее будет обращение в суд и штраф. Нам надо активизировать работу по приведению к архитектурному облику, по приведению к санитарному состоянию, да вообще к благоустройству, к комфорту. И мы это делаем каждый день. Анатолий Пахомов обеспокоился и судьбой вот этого здания на Парковой. Ремонт здесь должны закончить к лету. Главу города не устроило то, как новый собственник хочет его переделать. По эскизу вместо камня стекло. Мэр настаивает, не нужно уходить от первоначального проекта, а лишь обновить здание, не меняя конструкцию. Потому что меняется конструкция, меняется в принципе вид, он не нужен. Елена Борисовна, предписание сделайте, что эта реконструкция запрещена. Анатолий Пахомов оценил и уровень благоустройства и санитарного состояния центра курорта. В целом, чисто и опрятно, отмечает мэр. Картину портят клумбы, которые нужно привести в порядок. И некоторые объекты торговли, которые не следят за чистотой своих окон и фасадов. Работу по приведению города к единому архитектурному облику нужно усилить, подчеркнул Пахомов. Подобные обходы ждут и другие районы города. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания, ФКТ. А губернатор региона сегодня совершил объезд краевой столицы. Вениамину Кондратьеву презентовали концепцию нового района, который расположится в Краснодаре. На площади полторы тысячи гектаров планируют возвести дома, школы, детские сады, а также крупнейший медицинский кластер. Территория находится вблизи поселка Знаменский. Там будут проживать около 200 тысяч человек. Глава региона отметил, новый район должен соответствовать исключительно правилам комплексной застройки. Мы здесь не спальный район Краснодара строя. Это практически может быть уже такой современный административный центр, в том числе уже внутри Краснодара. Поэтому давайте исходить из того, что здесь не только количество жильцов, но и административных зданий, то есть социальных объектов должно поместиться. И все должно быть комфортно и гармонично завязано на городскую среду. А мы начинаем сразу же с количества квадратных метров. Давайте лучше начнем со скверов, с парков, давайте с детских садов, с поликлиник. Приоритет при планировке этой территории – комфортная среда. Вот сколько у нас на эту территорию парков, сколько скверов, сколько поликлиник, сколько детских садов. И какой шириной у нас будут проспекты и бульвары. Давайте начнем с этого, с главного для жизни – комфорта. Ну и второй момент. Мы прекрасно видим М4ДО. Это дорога, по которой поедут автотуристы, люди, которые едут своим транспортом к нам отдыхать. И они тоже будут видеть прекрасно то, что мы здесь настроим. Поэтому, тем более, если уж они будут приезжать мимо Краснодара, конечно, должно сказать, ничего себе какой этот город, Краснодар, даже столица нашего края. После осмотра губернатор провел совещание по вопросам градостроительного развития Кубанской столицы. В частности, на нем зашла речь о развитии нового района. Территорию в ближайшем будущем планируют обеспечить транспортной и инженерной инфраструктурой. А в Сочи в течение года должны снести 54 объекта самовольного строительства. Это многоквартирные дома, которые построены в нарушении всех существующих законов. Работа по сносу уже началась в разных районах Сочи. Между тем, мнение людей разделилось. Одни в большинстве своем обманутые покупатели квартир в самоволках против сносов. Другие – те, кто недоволен точечной застройкой курорта за демонтаж незаконных многоэтажек. Чем опасны объекты самовольного строительства? В вопросе разбирался наш корреспондент. Масштабную работу по сносу крупных самостроев в Сочи начали в прошлом году. Одним из первых в списке оказался дом на улице Ружейной в Амеретинке. Многоквартирный дом демонтировали на основании решения суда. Его признали объектом самовольного строительства. Застройщик вместо частного трехэтажного построил многоквартирный дом, превысив площадь застройки на более чем 200 квадратных метров. Причем строительство продолжалось, несмотря на вынесенное решение суда о сносе. Снести должны и эту махину – многоэтажки на улице Белорусской в Адлере. Застройщику разрешили по закону возвести частные дома в 2 и 3 этажа. А в итоге почти на пляже вырос жилой комплекс с домами в 12 этажей. Ну а площадь застройки оказалась превышена в 11 раз. Вместе с тем судами всех трех инстанций, апелляционных и апелляционных инстанций, администрация города Сочи была отказана в иске о сносе самовольного объекта и строительство объекта продолжалось. Администрация города Сочи вновь обратилась с иском. Апелляционная инстанция по апелляционной жалобе администрации города Сочи поддержала требования администрации о сносе объектов самовольного строительства. А вот как на этот случай отреагировал прокурор края. Добиться сноса – один из важнейших вопросов. Сейчас решается очень серьезный вопрос о сносе трех домов по улице Белорусская, выстроенных прямо на берегу моря. Во время шторма волны бьются об первые этажи. Обманутые покупатели квартир на Белорусской просят помочь им сохранить квартиры в самовольном объекте, построенном, кстати, в водоохранной зоне. А сочинцы, живущие по соседству, призывают снести новостройки, которые лишили их семьи солнечного света. Те люди, которые купили в этих домах квартиры, говорят, пожалейте нас, мы обманутые дольщики. А нас кто пожалеет? Теперь нас кто будет жалеть? Почему я должна жалеть? Он когда покупал, когда брал, он видел, что он берет? Он видел, куда он идет и что он будет делать? И как он будет жить? Пускай нас пожалеют. Двое детей, оба в очках, одно и второе. И причем вот за эти два-три года только одели очки. Не то, что они с рождения. Могу карточки показать. Не видит белого света из окон первого этажа своего дома больше полугода и семья Попекян. А со второго открывается вид на недавно сошедший сель. Инженеры-геологи во время экспертизы установили, что в строении пошли вертикальные трещины размером до 10 сантиметров. Есть угроза и для коммуникации. Поблизости проходит водовод и трубы газоснабжения. Под угрозой находятся шесть домов известенского переулка. Причину своих бед жильцы видят в стройке, которая шла рядом на возвышенности. Там на одном из участков вместо трехэтажного дома появился семиэтажный. Застройщикам были допущены нарушения земельного законодательства. Вместо разрешенных 130 квадратных метров площадь застройки была порядка 500 квадратных метров. Также был не соблюден минимальный отступ от границы земельного участка. А где-то с военной поля выходило за границы правомерного земельного участка. Дом был официально признан самостроем. И теперь его ждет снос. Такие строения уже реально угрожают жизни сочинцев. Вернемся к уже снесенному дому по улице Ружейной. Вот что выяснили специалисты во время его демонтажа. Дом построен с нарушениями норм пожарной безопасности. Очень много пенопласта, горючих материалов. Кровля вся горючая. Весь дом облицован пенопластом. Балконы пенопластовые. В этом случае пожарной ситуации дом пыхнул как спичка. Примерно так, как пятиэтажка на улице Пятигорской. В апреле прошлого года там случился серьезный пожар. Вспыхнула мансарда, построенная из дерева без перекрытий. Пожарные долго не могли потушить огонь. К дому было невозможно подъехать. Размещать там многоквартирный дом, мягко говоря, неразумно, незаконно и невозможно. Потому что нет даже соответствующего подъезда туда. Не просто специализированной техники. Туда грузовая техника подходит с трудом. Мало того, объект не обеспечен. И ближайшая территория не обеспечена. Никакими возможностями подключения гидрантов или чего-либо. Пятиэтажка на Пятигорской оказалась самостроем опасным для жизни. Из дома эвакуировали полсотни человек. К счастью, тогда никто не пострадал. Между тем, противники сносов по-прежнему призывают не демонтировать такие опасные строения. А некоторые призывают раздавать в самоволках квартиры очередникам, врачам и учителям. Фактически подвергая их жизни опасности. Чем же еще опасны самострои? Незаконные дома вредят экологии. Водотведение в них не рассчитано на такое количество семей. Самоволки часто стоят на локальных очистных сооружениях и даже в выгребных ямах. Сбрасывают стоки в ручьи, реки и море. Ну а что делать тем, кто оказался заложником ситуации? Тем, кто поверил застройщикам и купил квартиры в незаконных домах. Добиваться справедливости через суд и требовать нечистых на руку застройщиков, вернуть потраченные средства, которые были привлечены мошенническим путем. А еще тщательно изучать все документы, чтобы не лишиться честно заработанных денег. 12 марта в Сочи отключат газ в связи с ремонтными работами на газопроводе в районе улицы Ландышевой во вторник с 9.00 и на несколько часов в течение дня будут отключены от газоснабжения сразу несколько домов. Номера вы видите на экране. Повторный пуск газа будет осуществлен сразу по окончании работ. Абонентов просят обеспечить доступ специалистам и иметь на руках действующий договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования со специализированной компанией. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. 12 марта в Сочи переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 10. Днем 14, 16 градусов выше нуля. Весенние образы от французской фирмы «Эвелин Болеро». Модные наряды на новый сезон. Магазин «Дамский каприз», торговая галерея напротив Агропрома. Создай свой новый образ. Деловой или дерзкий. Эксклюзивные модели из новой коллекции французской фирмы «Эвелин Болеро» в магазине «Дамский каприз». Торговая галерея напротив Агропрома. Российский международный олимпийский университет готовится к открытию собственного интерактивного музея. Планируется, что в экспозиции будут представлены многочисленные подарки, которые Сочинскому вузу дарили почетные гости и известные студенты. Так, накануне его посетил прославленный фигурист Алексей Ягудин. Он встретился со студентами и передал несколько раритетов. Алексей Ягудин передал вузу свой костюм «Человек в железной маске», в котором он в 2002 году выступал на зимних играх в Солт-Лейк-Сити. Напомню, что тогда фигурист побил сразу несколько олимпийских рекордов. Ему присудили победу все девять судей. Он стал первым в истории победителем игр, выполнившим два прыжка в четыре оборота в программе, один из которых в каскаде. Тогда же Ягудин стал первым в истории чемпионом в мужском одиночном катании. Привез в Сочи Алексей и костюмы своей супруги Татьяны Татьмяниной и ее партнера Максима Маринина, тоже олимпийских чемпионов, но в парном катании. Ранее эти костюмы на постоянной основе нигде не выставлялись. Точную дату открытия музея не называют сейчас. В помещении заканчивается установка оборудования. Пока же костюмы прославленных российских фигуристов украсят Олимпийскую галерею, где уже размещены спортивные реликвии и сувениры, полученные от лидеров Олимпийского движения, представителей национальных комитетов, известных атлетов и выпускников университета. Уже существует такая Олимпийская галерея. Ее очень часто посещают и гости города, и жители города. И, собственно, мы очень гордимся тем, что у нас есть вот такая большая коллекция артефактов. Стоит сказать, что по факту большинство студентов Олимпийского университета – это бывшие профессиональные спортсмены. В Олимпийском университете они получают образование, которое поможет им совместить свой опыт, допустим, с журналистикой или менеджментом. Многие спортсмены, заканчивая со спортом, либо спиваются, либо ничего не делают. Самое простое для них – это стать тренером. Но ведь, наверное, неинтересно жить на планете Земля, если ты не ставишь более глобальной цели. Добавлю, что сейчас Алексей Ягудин активно гастролирует, выступает с мотивационными лекциями, работает на телевидении и осваивает театральное искусство. Шествием уличных артистов открылся в Сочи Южный театральный форум. Театральная площадь у Зимнего превратилась в одну большую сцену под открытым небом. Южный театральный форум ежегодно проходит на курорте, но в этот раз его открыл Российский союз уличных театралов и артистов. Они подготовили для Сочи специальную программу «Уличный театр города» с участием пяти театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, а также сочинских артистов. В Сочи публика вот такая. Город прекрасный, мне очень нравится. У вас тут такой климат, такие пальмы, такое море, красота. Чудесно. Все здесь прекрасно. Ждем веселья и получаем веселье. Уличное искусство в России есть, утверждают артисты, создавая сочинцам весеннее настроение. Они предлагают такие театрализованные действия с футуристами, скейтерами, с элементами буфанады сделать постоянными на курорте. Коллективы из Краснодарского края могли бы разрабатывать, вырабатывать бы свои идеи и приглашать гостей из других городов, потому что большинство людей, ну, собственно, приезжают в ваш благословенный край для того, чтобы гулять, а не сидеть в коробочках. И, конечно, они хотят, они ходят по улицам, по набережным, они хотят видеть постоянное движение на улице. И очень много всего талантливого происходит, очень много сил собрано. То, что вы сейчас видите, это чуть-чуть, а мы можем много. Сочи открыт для театров и театралов, это подтвердил глава города Анатолий Пахомов. Более того, в этом году у курорта появился свой муниципальный новый театр Сочи. Но и другим артистам здесь места хватит. Поверьте, мы всегда готовы приложить всевозможные усилия для развития искусства и культуры в нашем городе. И поддержать, конечно, все творческие инициативы, с которыми будут приезжать театральные деятели. И особенно еще раз вас приглашают для того, чтобы вы приезжали со своими театрами. Мы говорим еще раз, добро пожаловать. В Сочи теоретики и практики сценического искусства проведут семинары, мастер-классы по всем театральным направлениям. Здесь также речь пойдет о проекте нового закона о культуре, о подготовке стратегии развития театрального дела до 2030 года и о национальном проекте «Культура». Все надо привести в порядок. Ну, это живое дело. Это так необходимо везде и всюду. Жизнь меняется, закон должен меняться, адаптироваться и так далее. То, что в течение восьми форумов начинается серьезная работа. С одной стороны, радость встречи, обсуждение каких-то насущных проблем, а с другой стороны, законодательная база, которая должна существовать, которая должна помогать нам. В целом, год театра пройдет восемь театральных форумов в различных федеральных округах нашей страны. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Вениамин Кондратьев канун 8 марта встретился с выдающимися женщинами Кубани. Среди приглашенных на встречу с губернатором были известные личности и просто те, кто добился успеха в своей области, будь то наука, педагогика или медицина. Обращаясь к дамам, глава региона отметил их огромную роль в развитии края. Ведь женщина всегда была не просто хранительницей очага, но и защитницей рода. Наши краснодарские коллеги продолжат. Из этой ячейки будет высеян один рядок. И таких рядков будет тысячи. Все под контролем, это про нее. На работе всегда вовремя. Обход по кабинетам обязателен. В Национальном центре «Зерна» она легенда. Людмила Беспалова уже 48 лет создает новые сорта пшеницы. На ее счету больше 130 авторских свидетельств. Многие поля не только на Кубани, но и по всему миру засеяны результатом труда именно краснодарского селекционера. Но скромность – это второе после требовательности качества Людмилы Беспаловой. В каждом сорте присутствует коллектив многих людей, многих селекционеров. Сегодня не время единоличников, а время больших коллективов. Авторитет, заведующий отделом, для коллектива неоспорим. Весь путь Беспалова прошла от младшего научного сотрудника. На работу ее лично пригласил выдающийся советский растеневод и селекционер Павел Лукьяненко. Коллеги-мужчины и сейчас признаются, что работать с такой женщиной – одно удовольствие. Характер такой же, как и у всех женщин. Когда нужно быть жесткой, она жесткая. Когда нужно быть мягкой, она мягкая. Я не люблю кричать, но бывает поступаю жестко. Если нарушают, иногда приходится жесткое решение принимать, потому что, понимаете, в коллективе должен быть порядок и должна быть дисциплина. Быть жесткой на работе приходится и Юлии Мочихиной. У следователя полиции по особо важным делам не забалуешь. Кражи, грабежи, мошенничество. На хрупких плечах с погонами подполковника – огромная ответственность. Но даже среди напряженных полицейских будней прекрасные дамы могут дать слабину и воспользоваться крепким мужским плечом. Я не могу там, допустим, подежурить. У меня следственные действия запланировали. Тут срочно сказали на дежурство выходить. Конечно, обращаешься, говоришь, выйди подежурить, а я за тебя там в другой раз подежурю. Он говорит, а не надо, вот так вот. Мужчины, конечно, да, они нас ценят. Людмила Беспалова и Юлия Мочихина вместе с другими девушками и женщинами были приглашены сегодня на торжественный прием губернатора. Все из этих прекрасных дам добились высоких результатов, каждая в своей области. Здесь врачи, учителя, спортсмены, депутаты, общественные деятели и директора компаний. Прекрасная половина человечества давно доказала, что слабый пол – это всего лишь метафора. Мы говорим праздник, мы говорим женская доля. И вроде как эта доля женская сама по себе на плечи женские падает. А я задумывался, нет, вы сами себе эту долю берете. Берете и на свои плечи кладете и тащите лямку за себя и порой еще за того парня. И получается. Потому что вот это и есть вот тот путь, который прошла Кубани и страна. Отчасти этот путь женским лицом. И сегодня женщина в органах управления, женщина в политике, женщина в руководстве предприятия. И мы порой говорим, ну это же не женская работа. Но почему-то женщина ею занимается. Потому что, видимо, чувствует, что ответственности у нее больше, наверное, самой перед собой. Берет и делает. И в науке, и в спорте тоже. Сумасшедший результат добивается женщина. Например, больших научных высот в сельском хозяйстве достигла Валентина Василько. Профессор Кубанского аграрного университета всю жизнь делает так, чтобы земледелие в крае развивалось. Буквально борется за землю, чтобы повышать ее плодородие. И даже в канун праздника женщина с несгибаемым характером просит губернатора помочь в разработке профильного закона. И чтобы наши детки, наши мамочки, вот, молоденькие, чтобы они ели хорошую пищу, кормили деточек. А для этого, Вениамин Иванович, на вашей плечи лежит самая главная с командой задача. Мы с вами ее обговаривали. Это пробить закон о плодородии почвы и об органно-минеральной, хотя бы, системе земледелия. По-другому, дорогие, мы не выживем, если наши почвы уже подкисляются и еще подкислятся. Сегодня мы добиваемся где-то сверх результатов. На самом деле рекордных результатов. Кто-то на земле зарабатывает, выращивая пшеничку, а кто-то получает сверхприбыль. За счет чего? За счет химии, конечно. А это, конечно, выхолощивает, убивает почву, гумус падает. И плодородие, естественно, с годами, не дай бог, полетит только вниз. Вниз. И какая земля достанется через даже 30 уже лет? 50. Нужна ежегодная система, именно система поддержки почвы. И она у них структурированная, выраженная. Они понимают, что нужно делать. Нам нужна только поддержка на федеральном уровне. Переживать за других – это, пожалуй, чувство, присущее всем женщинам. Поэтому сегодня торжественный прием был не просто возможностью поздравить дам, но и стал площадкой для обсуждения актуальных проблем. Естественно, от женского взгляда не ускользнул вопрос с нехваткой мест в ясельных группах. Большая очередь детские дошкольные учреждения. Задачи поставлены в послание президента по обеспечению детей ясельного возраста. А у нас на очереди их около 30 тысяч стоит. Вот таких вот мамочек, которые хотят, нуждаются определить ребенка в ясельке. Надо просто посмотреть на пути ее решения и приоритеты расставить. Мы деньги переспределим. Деньги, я официально говорю, на строительство яслей. Если необходим детский сад, который должен быть, или я рядом с детским садом, либо детский сад рядом с яслями, либо внутри, коллеги, это не столь важно. Дайте алгоритм, деньги будут. Еще раз подчеркиваю, деньги будут. Но проблему с яслями в любом, я уверен, городе нашего края нужно решать. Разговор шел без малого три часа, но закончить торжественный прием посвященный Международному женскому дню без цветов и поздравлений было бы неправильно. Ведьмин Кондратьев пожелал прекрасной половине человечества просто быть счастливыми. Но чего же все-таки хочет женщина? Это красота, это забота, это материнство, ну и, конечно, любовь. Прежде всего, личное счастье в плане гармонии, гармонии с собой, какое-то такое внутреннее состояние, ну и, конечно, радость в семье. Это, наверное, семья. Хорошая семья. Вот, наверное, это женское счастье. Александр Иванченко, Денис Перец, Виктор Чаусов, Кубань-24, Краснодар. Все блины съедены, чучело сожгли, песни спели. В парке Ривьера торжественно проводили зиму. Народные гуляния начались прямо у входа в парк. Масленица – старинный русский праздник, сохранившийся с языческих времен. Очень любят его дети, а потому для них традиционно в парке Ривьера развлекательная программа и всевозможные конкурсы. Впервые было организовано масленичное шествие, к которому с удовольствием присоединились гости парка. И хотя в Сочи зима теплая в этом году, ее, можно сказать, и вообще не было, Тем не менее, провожали ее радостно, предвкушая теплую весну и жаркое лето. Сегодня провожаем Масленицу, встречаем весну, поэтому надо обязательно гулять, веселиться, чтобы весна была веселая и теплая. Сегодня прекрасный день, провожаем Масленицу, все вместе гуляем, веселимся. Да, Леш, весело тебе? Катаемся на аттракционах, смотрим праздник, очень весело. Ну, это праздник весны, и его обязательно нужно встречать с народом, с блинами, с гостями. Блины – обязательный атрибут Масленицы. Главное – праздничное угощение. Румяные, круглые, они символизируют солнце, которое греет все больше, а дни становятся все длиннее. Все кафе и парка подготовили в меню ароматные блинчики и бесплатно раздавали их посетителям ривьеры. Спасибо, вкусные очень. Многие гости писали записки и клали их в передник чучело. Такова традиция. Обычно просят, чтобы ушли все невзгоды. Мы хотим избавиться, чтобы все ненастья улетели в небо, как говорится, с дымом, чтобы всем жилось хорошо, счастливо в городе Сочи. Написали, чтобы все болезни и невзгоды ушли, а чтобы счастье и радость к людям пришла. Ежегодно в парке ривьера проходят массовые гуляния, посвященные широкой масленице. Всю неделю мы проводили здесь огромное количество мероприятий, связанных со всеми этими традициями. А сегодня, в завершении, по традиции, прощенное воскресенье, мы сжигаем это чучело масленицы. Но это кульминационный момент сжигания чучела. Согласно народным поверьям, масленица – это особое время, когда весна вступает в свои права, и человек тоже может сам изменить жизнь к лучшему. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Сегодня же православные переходят на постное меню. Начался Великий пост, самый строгий и долгий. А еще сегодняшний день называют «чистым понедельником». Считается, что это один из самых важных и трудных дней, который должен быть полностью направлен на духовное очищение и сопряжен с молитвами. Именно в этот день, согласно Писанию, Христос удалился в пустыню для молитвы, а пост был установлен учениками Иисуса Христа в честь его жертвы ради людей. Поэтому ближайшие 40 дней считаются временем воздержания строгости и молитв. Даже в храмах перестают служить литургию, все церковные службы становятся более тревожными и даже скорбными. Напомню, завершается Великий пост праздником Воскресения Христова. Пасха в этом году выпадает на 28 апреля. На этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях, в группах «Новости Сочи ФКТ», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Продолжение следует...